Уважаемые друзья, прежде чем перейти к самому ролику, большая просьба. В комментариях под этим видео поставьте цифру до какой минуты или секунды вы досмотрели этот ролик. Заранее спасибо и подписывайтесь. Поехали! Чемпионат Испании вышел на финишную прямую и два его лидера идут ноздря в ноздрю. Ни Реал, ни Барселона не имеют права на этой прямой споткнуться, но наверняка кто-то из них это сделает. Как мы можем помнить из прошлого тура, Гранды крупно победили. Также напомню, тур завершился матчами Алавес-Эйбар, которые сыграли в ничью 0-0 Севилья, обыграла Сельту 2-1 и с таким же счетом Атлетик Брибао обыграл Бетис. Подробнее про этот тур смотрите ролик, подсказка на него будет вверху экрана, кому интересно. Хихонский Спортинг, зная, что приближается конец чемпионата и его соседи по турниру Таблицы уже покидают Примеру, должен набирать очки, чтобы спасти свою шкуру. Но, вилья Реал, другого мнения, клуб обыгрывает Спортинг 3-1. Реал за съедат отправил Гранаду в Сегунду. Баски обыграли Гранаду благодаря голу в конце поединка. Игра завершилась 2-1. Это поражение лишило Гранаду надежд на сохранение прописки, а Реал продолжает борьбу за 5-е место. Напомню, ранее о том, что будет играть в Сегунде со следующего сезона, узнала и Асасуна. А вот Леванте понадобилось всего один сезон, чтобы вернуться в Примеру. Напомню, что в прошлом году они были худшей командой чемпионата Испании, заняв 20-е место с 32-мя очками. Лидер Реала Крещану Роналду вышел в стартовом составе в матче 35-го тура чемпионата Испании против Валенсии. И уже на 27-й минуте матча португальский нападающий отметился забитым голом, наконец-то. Который стал для него 367-мым в чемпионатах страны, где он играл. Таким образом, он побил рекорд знаменитого англичанина. Подробнее об этом на канале новости спорта был ролик под названием «Чей же рекорд побил Роналду?». Посмотрите, кому интересно. Мадридский клуб был близок к конфузу в этом матче с Валенсией. Однако свою игру выиграл Марселло, дарит победу на 86-й минуте 2-1. Этот матч примечательен для капитана сливочных Серхио Рамоса. Защитник проводит уже 400-й матч в Примере. 39-й он сыграл за Севилью и 361-й поединок провел за Реал. Для Лас-Пальмаса матч с Атлетикой не задался с самого начала. Клуб пять раз вынимал мячи из своих ворот. Первый гол был пропущен уже на второй минуте. На 18-й минуте на табло горели разгромные 0-3. В итоге 0-5. Атлетико продолжает с Севильей борьбу за третье место. А вот Лас-Пальмас уже ни за что не борется. Этим и объясняется столь безвольное поражение в данном матче. Очередь была за Барселоной, которой предстоял один из сложнейших матчей из оставшихся. Это дерби с Испаньолом. Напомню, в чемпионате Германии уже определился, кстати, чемпион. Ссылка на этот ролик будет в верхнем углу экрана. Кто еще не знает, смотрите, переходите. Ожидания каталонского дерби оправдались, поскольку матч и правда вышел довольно сложным. Впрочем, Испаньола сама же привезла себе проблему. Уже на 50-й минуте Хурада зачем-то своим пасом вывел 1-1 Суареса. Он же забил еще раз на 87-й минуте. Также забил и Ракитич в этом матче. 0-3 в пользу Барселоны. Асасуна и Депортиво сыграли в ничью. Гости не удержали победу на выезде в этом матче. Асасуна забила быстрый гол уже на 4-й минуте. Депорт сравнял и даже вышел вперед. И лишь на 78-й минуте, благодаря автоголу, счет стал ничейным 2-2. А вот Алавес показал, что на данный момент команда более высокого класса. Бетис ничего не смог противопоставить сопернику в родных стенах 1-4. Обе команды имеют прочные позиции в середине таблицы. Эйбар, как и ожидалось, не дал Лиганусу шансов на то, чтобы заработать очки в этом туре. Два гола в течение пяти минут позволили не проводить нервную концовку. В матче с Эльтой и Атлетика из Бильбао перерыв побеждают пока гостя 0-1. И 1 мая завершится тур матча Малаги и Севильи. В следующем туре 4-я Севилья сыграет с 6-м Реалом из Сан-Себастьяна. Барселоне будет не просто с 5-й желтой субмариной, а Реал на выезде играет с аутсайдером, покидающим высший испанский дивизион Гранадой. Также в 36-м туре сыграет Спортинг Лас Пальмас, Атлетика Мадрид Эйбар, Алавы сыграет с Атлетикой Бильбао, Валенция Сасуна, Депортиво Испаньол, Малага Сельта и Лиганес Бетис. После победы Барселоны в Эль Классика окончательно возродилась интрига в Ла Лиге. Теперь лидеры идут нога в ногу, а исход каждого матча с участием Реала и Барселоны может стать решающим в борьбе за чемпионство. У клубов на данный момент по 81 очку. Кстати, Барселона стала первой командой, из топ-5 чемпионатов которой удалось набрать, вернее забить 100 мячей. Третий Атлетико Мадрид, который отстает от Грандов на 10 очков. Четвертая Севилья 68 очков, Вилья Реал 5, 63 пункта и на шестом месте Реал Сосъедат. В зоне вылета, как мы знаем уже, Гранада и Ассасуна уезжают в секунду. И остается открытым вопрос с 18-м местом, который занимает пока что Спортинг, у которого 24 очка. В этом туре не забивал Месси, но забивали его конкуренты, которые хотят стать самыми лучшими забиваками в этом сезоне. Свои показатели улучшили Суарес, у которого 25 забитых мячей, и Роналду, у которого 20. Смотрите каждую неделю выпуски, посвященные чемпионату Испании. Если этот выпуск вам понравился, вы досмотрели до этого момента, то рекомендую вам посмотреть и остальные выпуски, посвященные чемпионатам Германии, Италии, Англии. И еще не пропустите ролик под названием «Чей же рекорд побил все-таки Роналду». Если этот ролик вам понравился, был полезен и интересен, вы можете перевести любую сумму на поддержание этого проекта. Ссылки будут в описании под этим видео. Также не забывайте ставить класс, комментировать, делиться в социальных сетях и подписываться. Это абсолютно бесплатно.